Вы знаете, как показывает практика, подобные запретительные меры, они будут заставлять тех людей, у которых есть эти счета, принимать какие-либо механизмы для того, чтобы сохранять эти счета и контролировать эти счета. Например, переписывать на близких родственников, на тех людей, на которых не распространяются эти запретительные меры. В целом, конечно, те люди, которые у нас отвечают за принятие важных государственных решений, они должны понимать, что наличие счетов за рубежом и недвижимости за рубежом – это есть определенный момент, используя который можно продавливать нужные решения в нашей стране. Но мы должны еще понимать, что наличие той же недвижимости часто сопряжено с тем, что счета в обязательном порядке должны быть для оплаты тех же услуг ЖКХ в нашем понимании. Поэтому как в данном случае будут действовать те граждане, у которых счетов не должно быть по закону, но имущество они имеют право иметь, здесь тогда мне непонятно. Хотя, конечно, деньги нужно хранить здесь, но нужно поддержать инициативу ЛДПР, объявить всеобщую экономическую амнистию, только тогда деньги могут сюда вернуться и работать на нашу экономику. Когда же деньги лежат за рубежом, они не работают на нашу страну, и тот огромный поток денежных средств, которые ежегодно выводятся за рубеж, конечно, это бьет не только по экономическим, но и по геополитическим интересам нашей страны.